Доброе утро! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа событий недели. Две недели прошло после выборов. ЦИК огласил окончательные итоги. Глава Крачева Черкесии Рашид Семрезов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с избранными высшими должностными лицами субъектов России. Владимир Путин поздравил всех с избранием на должности руководителей. Прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семьи с детьми и других категорий граждан малого и среднего бизнеса по проведению углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших ковидом. Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а может быть и прежде всего, молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы, сказал глава государства. В ходе встречи Рашид Семрезов поблагодарил президента страны за поддержку в вопросах социально-экономического развития региона. Владимир Путин пожелал успехов главе Крачева Черкесии. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне от лица многонационального народа Республики Крачева Черкесии поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете для ее развития. Те ваши поручения, которые даны по развитию, мы их, конечно же, неукоснительно будем исполнять. Для меня большая ответственность. Я третий раз вступаю в должность главы субъекта, высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации. И я хочу вас заверить, что я, как и прежде, буду служить в родной республике и, конечно же, в нашей родной России. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И так же, как другим коллегам, хочу пожелать успехов. Работа непростая. Работа напрямую связана с людьми. Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве. Вы тоньше чувствуете настроение и потребности людей, их ожидания. Имею в виду сейчас не только Карачаеву Черкесию, но и всех коллег, которые сейчас собрались на этой встрече. И искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас результатов, конкретных результатов. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации во главе с председателем Комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. Они приняли участие в торжественном открытии памятника военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Также на мероприятии представители Комитета по обороне и безопасности вручили грамоту и памятный подарок Аслану Акбаеву. Напомним, восьмилетний житель села Чапаевского спас четырехлетнего малыша, который упал в яму с водой. Юного героя лично поблагодарил председатель Комитета Виктор Бондарев за смелый поступок, который стал примером для многих людей. А затем в Архыде на базе поисково-спасательного отряда имени Вячеслава Дзираева состоялась демонстрация техники и оборудования с участием представителей Совета Федерации. Председатель Комитета по обороне и безопасности Герой России Виктор Бондарев осмотрел технику, дал оценку работе спасателей и наградил их почетными грамотами. Из Архыда за Алихан Лепшоков. Своими глазами увидеть оснащенность спасотряда специализированной техникой. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поближе ознакомился с представленным оборудованием. Данная специальная техника в случае появления чрезвычайных ситуаций даст возможность спасателям вовремя оказать помощь. Начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС Андрей Мозгов подробно рассказал о назначении каждой спецтехники. Все это снаряжение необходимо в случае опасности в горной местности, отмечает сотрудник МЧС. Снегоход в принципе используется для доставки личного состава к месту происшествия, к месту чрезвычайных ситуаций. Это должен быть на двухместном виде. Для того, чтобы вывозить, есть сани волокоши, которые крепятся к этому снегоходу и теоретически мы можем вывезти либо пострадавшего, либо погибшего. Помимо спецмашины, членам Совета Федерации представили и снаряжение, необходимое спасателю при оказании помощи в сложной горной местности. Каждый из сотрудников МЧС подробно разъяснял особенности работы с тем или иным спецоборудованием. Приседатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Героя России Виктор Бондарев дал свою оценку оснащению необходимой техникой и подчеркнул, что именно от профессионализма спасателей зависит спасение тех, кто попал в беду. Вам еще раз говорю, в честь и фала, за ваш труд, за ваши дела. Все думают, вот попал служить на Северный Кавказ, как у бога за пазухой. Это говорят те, кто реально не владеет обстановкой и не знает, какие здесь бывают случаи и сколько здесь гибнет народа. Вчера ваш руководитель догладывал, за год, если мне память не изменяет, более 90 человек. Поэтому, если бы вас не было, их бы было значительно больше. После Виктор Бондарев наградил почетными гранатами отличившихся сотрудников поисково-спасательного отряда. А в завершении все члены Совета Федерации, сотрудники МЧС и представители военного комиссариата Зеленчугского района возложили цветы к мемориалу защитникам перевалов Кавказа. Алихан Эпшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз. В парламенте Республики состоялась встреча спикера Александра Иванова и депутатов Народного собрания с представителями Совета Федерации. В рамках встречи обсудили предварительные итоги четырехдневного визита и перспективы межпарламентского взаимодействия. Виктор Бондарев поделился впечатлениями от визита в Республику, назвав поездку продуктивной. Сенатор отметил, что посещение ряда ведомств и служб, в том числе пограничное управление ФСБ России, Росгвардии и СПАС отряда позволило оценить качество подготовки их составов. Виктор Бондарев высоко оценил перспективы туристической отрасли региона, но отметил, что недавнее происшествие в горах Кабардино-Балкарии заставляет задуматься о необходимости доработки законодательства, касающегося организации туризма. В заключении сенатор поблагодарил коллег из Народного собрания Карачева-Черкесии за поддержку законопроектов Российского парламента и разработку собственных законодательных инициатив. Ну а сейчас время рекламы, а после мы продолжим. На постоянную работу требуются бетонщики, электросварщики, машинист автобетононасоса 6-го разряда. Питание и проживание предоставляется. Полный социальный пакет. Официальная заработная плата от 55 тысяч рублей. Телефон 8 928 375 8102. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В Карачаево-Черкесии, как и по всей России, продолжается прививочная кампания. Более 100 тысяч жителей республики уже завершили оба этапа. О том, как вакцинируется население Карачаева-Черкесии в городах и районах, расскажет Мурад Женкесов. По последним оперативным данным, в Карачаевском городском округе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией в общей сложности почти 6,5 тысяч человек. Из них выздоровели 5,5 тысяч. На сегодняшний день 579 человек находятся на амбулаторном лечении, а тяжелых больных отправляют в ковид-госпитали Черкеска, Хабеза и Узджугуты. Большие надежды возлагают врачи на массовую иммунизацию населения, чтобы выработать коллективный иммунитет от ковид-19. Прививочная кампания начата уже тоже с начала этого года. На сегодняшний день запланировано провакцинировать 44 534 человека, жителей города Карачаевска и Карачаевского района. Провакцинировано вакцинами различными это спутник Ви, спутник Лайт, эпивак Корона и ковивак 11 683 человека, что составляет 26,2%. Каждый день двери Карачаевской центральной городской и районной больницы открыты для всех желающих привиться. Тем самым обеспечивается безопасность как самих пациентов, так и их близких от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции. Жители республики могут привиться у нас в районе, могут записаться на прием к врачу через госуслуги, также могут через регистратуру записаться, подойти. Прием осуществляется каждый день в прививочном кабинете до часу дня. Также больной приходит на осмотр, берем общеклинические анализы, производится осмотр, измеряется давление, пульс, сатурацию меряем. И потом больной проходит в прививочный кабинет для вакцинирования. Сегодня дефицит или нехватки доз вакцины нет. Каждый день десятки человек без толчьи и суеты проходят процедуру вакцинации. У нас наличие всей виды вакцин. Гам-ковид-вак, спутник, лайт, кови-вак и эпи-вак. Пациент при желании может выбрать любую вакцину и привиться у нас в кабинете. Я аж дважды привилась даже в спутник, а теперь пришла на третью ревакцинацию. Как вы себя чувствуете? Нормально, без всяких этих. Нормально себя чувствую. Я первый раз пришла, просто хочу привиться, сохранить здоровье. Так, я тоже на ревакцинацию пришла. Отлично, прививайтесь все. Никаких проблем, всё шикарно, всё замечательно. Никаких переживаний. В Карачаевском городском округе прививка от коронавируса охвачена около 30% от общего количества жителей. Несмотря на не очень большую активность, процедурный кабинет больницы не пустует. Кроме того, постоянно проводится разъяснительная работа, особенно среди лиц старшего поколения. На этой неделе аул Кошхабль отпраздновал 95-летие. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом. Он радушно распахнул свои двери перед гостями и жителями аула. Зарима Карданова расскажет подробнее. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом, как издавна принято у черкесов. Он радушно распахнул свои объятия перед гостями и жителями аула. Их было в этот день особенно много. Радость встречи сопровождалась поздравлениями от официальных лиц республики и района. День рождения аула – это праздник тех, кто здесь родился и вырос. Тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы. И тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успехи и достижения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность аулу через всю жизнь. Аул Кошхабль славится своими тружениками, спортсменами, великими людьми, которые всегда созидали на развитии района, аула, республики. Многие из них стали заслуженными людьми. Дай, чтобы в Ауле продолжалась эта прекрасная традиция. Росли новые молодые таланты, которыми мог гордиться наш народ, наш район, республика. Прошлое было представлено старинными фотоснимками об истории многочисленных передовиков сельскохозяйственного производства разных лет, деятелей науки, культуры и спорта. Населенный пункт был основан в 1925 году переселенцами из Аулата Жукинские, ныне Зиюка. Название Кошхабль в переводе с черкесского означает «качующий аул». Одним из инициаторов переселения в 20-х годах прошлого столетия был зажиточный аульчанин, сын крупного животного доселения от Ажукинской, Хаджиумар Думанишев, который решил вопрос о выделении земли и начале переселения в Тифлисе. Ему было предложено занять пустующие земли в районе хутора Фроловский, поселка Заречный и аула Кошхабль. После получения официальной бумаги Хаджиумар Думанишев созвал совет старейшин и было решено поселиться ближе к Атажукинскому, где остаются родные и близкие. И первым, кто вбил кол в земельном наделе, был сам Хаджиумар вместе с другими селянами из рода Баловых, Моловых, Абедоковых, Кардановых, Парануковых, Кундоховых и других. Оттуда и начинается история сегодняшнего Кошхабля. Массовое переселение продолжилось в следующем, в 1926 году. С той далекой поры прошло более 95 лет. Народы разных наций, люди славные, живут и трудятся единою семьей. В рамках празднования состоялись и спортивные соревнования. Любители лошадей кабардинской породы пришли со своими питомцами, за которыми восхищенно следили все жители аула. Также всех порадовали выступления творческих коллективов и солистов Хабецкого района, среди которых были совсем юные исполнители и известный певец кавказской эстрады Руслан Агоев. Радостная музыка еще долго была слышна над небом аула, где витал аппетитный аромат свежеиспеченных халифа вместе с дымком от костра и вареного мяса. Зарима Карданова, Алибо Станов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кошхабль. Дорогие мои старики, чего не хватает бабушкам и дедушкам, проживающим свою старость в домах престарелых? На этот вопрос точный ответ знают волонтеры Совета ветеранов управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, которые взяли под свое шефство постояльцев специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в станице Карданикской. В этот раз они привезли им настоящую библиотеку по их собственному заказу. Фатима Даурова подробнее о Добрых делах. Поездка в дом престарелых в станице Карданикской состоялась в рамках благотворительной акции Совета ветеранов управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Это уже не первый визит ветеранов службы к старикам. С первого посещения они прочувствовали, что для бабушек и дедушек означает хоть малейшее проявление внимания к себе. Что я чувствую? Боль. Боль. Я сам, видите, не мальчик. И страшнее одиночества. Нет ничего. Ничего. Это больно. Это очень больно. Вот заглушить эту боль. Мы пытаемся вот таким образом. Когда бывалый солдат, видевший на своем веку не одно боевое сражение по роду своей службы, говорит такие слова, все сразу становится на свои места. У нас ветераны. Основной принцип организации нашей – это сострадание, содружество, взаимопомощь. Люди, сострадание – это человеческий, ну, наверное, лучший признак человечности. Я не говорю о благотворительности, а именно о сострадании. Я говорю, вы там один раз побудете, увидите этих стариков немощных, и они всю жизнь будут у вас в голове. И вот это уже четвертый раз, наверное, да, Исмай? Четвертая акция. Ребята привозят продукты, одежду, обувь, постельное белье. Поймите, мы не финансируемся государством. Это все скидываются сами ветераны, пенсионеры. Волонтеров здесь встречали с особой радостью, с трепетным ожиданием в глазах. Старики радовались беседе, тому, что их уже узнают, и приходят к ним в гости, как к старым друзьям. Долгие месяцы и годы, каждый день видеть один и тот же потолок и одни и те же лица по соседней палате. Любому хочется разнообразия. Но они нашли альтернативу реальности – это книги. В этот раз просьба заключалась в том, чтобы обновить их библиотеку. Бабушка Люда – заядлый читатель, с детства увлекалась детективами и классикой. Настоящую книгу она не готова променять на электронную. В основном, если фантастика живет, верно, конечно. У Элсу люблю тоже. А есть книги, которые вы перечитываете время от времени? Ой, есть Толстого Петра Первого. Очень люблю. Ой, конечно, ждала, что вы. Это же новая литература чтила, это же бесподобно. И ждала. Это так прекрасно. И чувствуешь заботу о себе. Очень приятно. Мне вообще такая радость. Более трехсот изданий пополнили местную библиотеку. Но прежде чем книги дошли до адресатов, они прошли этап санитарного обеззараживания во избежание заражения коронавирусом. Как дети. Все любят, радуются, обсуждают потом. Вот привезли это, вот мне это понравилось. А я вот еще что-то заказала, а вот жду, а вот привезут. Стараемся им предоставить все услуги, которыми они нуждаются. Но душевного тепла, да, им не хватает. В такой приятной и душевной обстановке было решено наградить отличительным знаком за службу на Кавказе сержанта Расула Кубекова, который в этом доме стал практически своим. Он часто навещает постояльцев, спрашивает об их самочувствии и узнает, в чем они нуждаются. Поэтому место для торжественного вручения было выбрано не случайно. Небольшие подарки и знаки внимания, книги, DVD-проигрыватели и диски с кинофильмами некоторое время еще будут напоминать об этой теплой встрече и ненадолго помогут справиться с одиночеством. Сегодня в очередной раз мы убедились, что доставлять радость не так уже сложно. Ваше маленькое дело может для другого человека стать большим. Вечер памяти, посвященный заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии, доктор исторических наук, профессору и драматургу Рамазану Кирейтову собрал в Иркин-Шахаре людей, которые знали его лично, работали вместе с Рамазаном Хусиновичем. О человеке, который оставил огромное научное наследие Альбина Ламкова. В лесках ласки, сквозь синюю вечность, летят земли. На мероприятие, посвященное заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии, доктор исторических наук Рамазану Кирейтову, пришли руководство Ногайского района, депутаты Народного собрания, представители общественных организаций и религиозных конфессий, а также коллеги, друзья и родные ученого. Все собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, сумевшему оставить о себе добрую память на долгие годы. Вспоминали не только его труды, но и детство. То, как в свободное время вместо игр на перемене в школе Рамазан Хусинович читал. Он мой молочный брат. Мы родились в одно время, в школе вместе учились, бегали. И в то время, знаете, у нас была маленькая школьная библиотека, а там работала Анна Юнусовна, тетя его, библиотекарем. И вот мы на переменах, когда гонялись туда-сюда, а он шел в библиотеку и вот там сидел, читал книги. Великое дело творил Рамазан Хусинович по изучению вопроса возникновения истории, развития и сохранения родного языка отмечали гости на вечере памяти. Он достойно представлял Ногайский народ и республику на многих научных конференциях. Автор около 150 научных трудов по истории Ногайского народа. Они по достоинству оценены в научных сообществах России и зарубежья. Трудовой жизненный путь Рамазана Кирейтова – пример неутомимого служения делу, высокой ответственности. Друзья, коллеги говорили о нем не только как о высококвалифицированном специалисте. Вспоминали его те качества и достоинства, с которыми довелось познакомиться при сотрудничестве с ним. Катима Баташева много лет, а это 15 лет бок о бок, проработала с Рамазаном Хусиновичем в институте гуманитарных исследований. Он остался и в памяти, и в душе каждого сотрудника нашего института человеком необыкновенно добрым, необыкновенно светлым. Человеком, на которого можно положиться, с которым можно было посоветоваться по любому вопросу. Человеком, от которого ждали только тепла и поддержки, каковым он оказался в конечном итоге. Рамазан Кирейтов достойно представлял нагайские народы и республику на многих научных конференциях и оставил огромное научное наследие. На вечере памяти со сцены звучали музыкальные произведения, которые прошли через жизнь нашего главного героя. Песни, которые отражали его внутренний мир. Альбина Ламкова, Фарида Седохметова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. В Дамбайе прошла восьмая международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии, Истоки и современность». Организаторами конференции выступил Международный фонд исследования «Тенгрии и туристический комплекс Старый Дамбай». Что такое «Тенгрианство» и о чем говорили ученые, расскажет Мурад Джангезов. «Тенгрианство» – древняя вера народов, проживающих на огромной территории, от Китая и Монголии до Казахстана и Ирана, появившаяся задолго до буддизма, христианства и ислама. Еще недавно считалось, что это умершая религия. В основе этой древней веры – культ поклонения Творцу, сотворившему все живое и неживое в нашем мире вечному синему небу. В рамках работы конференции ученые из России, Казахстана, Болгарии, Кыргызстана, Пакистана поделились опытом и результатами научных исследований. Проводились пленарные заседания, работали тематические столы, а для тех, кто не смог приехать, предоставили возможность участия в режиме онлайн. Выступления ученых были посвящены вере в тенгрии, религиозному учению, тенгризму. Именно на концептах тенгризма обусловились развитие государственной идеологии и появление древних евразийских военно-политических союзов, империй, а в целом и всей евразийской цивилизации. Каждая религия старается, чтобы она получила верховенство, однако, может быть, это не самый разумный путь поведения человечества. И наши конференции этими занимаются. Таким образом, может быть, мы найдем путь к единению современного человечества. Мы просто сегодня перебрасываем мостик от нашего сегодняшнего ислама к нашему тенгриянству. И мы замечаем, обнаруживаем просто уникальные такие связи между исламом и тенгриянством. Почему наши народы так легко приняли ислам? Только потому что все то, что было наработано нашими предками во времена тенгриянства, это все абсолютным образом ложится на почву ислама. Участники конференции, подводя итоги, решили в связи с актуальностью темы, ее интегрирующие роли среди евразийских народов, рассмотреть возможность проведения подобных научно-практических конференций не раз в два года, как было раньше, а ежегодно и в самых разных частях света. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Я желаю вам приятных выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok